ой 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 что я сделал блять я забыл блять всем привет а если мы продолжаем играть в hard stone проходить верхний ярус у нас остался последний босс это син драгоса как я понимаю драгоса да мое сильнейшее творение не трогать не трогай моя когда у вас остается 20 не здоровья превращаясь в глыбы льда тогда у меня остается ну каким-то он ты надо брать наверное я думаю ладно сейчас соберу какую-нибудь колоду при 100 я думаю ребят и начнем короче ребят я накидал разных карт надеюсь прокатится первого раза давайте попробуем просто не было времени особо подумать нож не знаю какие карты вообще у противника и босс четки то очень простые последнее время что я думаю можно халатно подходить к подбору карт и луна даруй мне силу глупцы зачем вы сюда явились дракон мы должны проиграть по идее ты сейчас думаешь как тебе избавиться от ледяных клыб да нет я думаю почему не проиграл когда у вас остается 20 дней здоровью превращать всех существ противника ну-ка не понял выбирай жертв мудро ледяная хватка смерти ждет всех как чё она не превращает еще раз собой силу героя когда у вас остается 20 единиц здоровья превращают и существу типа у нее что ли или у меня не очень странно ну ладно моя работа крайне важна а 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 все правильно собрали хилят или тебя я думаю переживу уж как нибудь шикарно там по три было до за хранительница жизни шикарно так и а а а а а Ой, 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 что я сделал, блядь? Я забыл, блядь. Я забыл, вот дерьмо. Короче, ребят, сейчас переиграем и выиграем. Обидно, главная карта не пришла. А вот и главная карта. Прокачиваем колодец, ждем, что сделает противник. Не очень хороший ход, потому что мы сейчас не сможем выставить Барнса и убить этого дракона мы тоже не сможем. Не уверен, стоит ли нам сейчас вкачивать колодец. Колодец, ну давайте вкачаем, на всякий случай. А мы сможем его забрать? Да, сможем, отлично. Чем можно было бы разменяться, их раз таки Барнса поставить? Ну да ладно, давайте потянем время. Вовремя пришла карта. Пробьем чуть-чуть лицо, я думаю, почему бы и нет. По-моему, это победа. Ой, надо же удвоить еще, так что я поспешил, это еще не победа. Ну, так или иначе, она очень близка. Нам осталось одно заклинание, и мы выиграли. Ой, и вот откуда колодец. Чуть-чуть нам не хватает, чтобы уже завершить начало. А я думаю, пускай колодец постоит, а вот этого парня мы чуть-чуть погровняем. Похилим себя на случай, если этого парня убит, выхилить колодец. Приятно. Приятное дерьмо. Приятное дерьмо. Приятное дерьмо. Приятное дерьмо. Приятное дерьмо. Приятное дерьмо. Пока все идет хорошо. Ну, давайте одно удвоение, и вообще все хорошо с нами. Во, удвоение. Чуть-чуть, чуть-чуть не хватает. Совсем капельку. Ну, эти барнсов позовем, посмотрим, кто он призовет. Ужасная трагедия. Нешаража. До себя хель. А, вот все, я думаю, это все. 2727 пока синдрагоса я уж испугался подумал что мы проиграли но ребят это победа перейдем к логике итак колода для прохождения синдрагоса погнали обычная тактика стандартно на набав но она немножко такая правда прокачанная колода можно обойтись более дешевыми картами так рук исцеления чтобы отхилиться в случае чего внутри огонь собственно карта за которой за счет который мы и побеждаем конечно синяя с энергия с пробавками дальше и сияющее исцеление чтобы подхилить там если придется миньоны плюс себя потому что здесь карта действительно нужна защит потому что синдрагоса очень сильно агрится то есть бьет по лицу далее слова силы щит пробавчик и набор руки божественный дух это супер бравочек колодец света карта которая позволяет нам выживать также эта карта очень хороша для набав по слову тьмы боль наш римовчик против всяких противных существ на старте игры темное видение просто универсальная карта жрец когтя на из кабала в общем это карту шток относительно ситуативные нужно на вам или нет решать вам я ее взял и в принципе не зря потому что на следующий ход после того как бы поставить колодец света можно неплохо ее пробавка кабалы слова тьмы смерти две штучки барнс здесь он взят только для того чтобы призывать эшараджа если допустим вам не зашли колодцы света то можно будет поставить бар за 4 ход глядишь призовет эшараджа вылезет эшарадж и потом его можно очень моментально просто забавить вот этими картами и собственно вы победили уже на следующий ход далее вечное служение это наше воскрешение тоже сделал на ставку если допустим будет призванный эшарадж можно будет его резнуть ну и собственно все дальше лечебное зелье на случай если прям нужно будет серьезно похилиться зелье драконь в огне здесь она в принципе не нужно как выяснилось потому что у противника довольно много драконов поэтому ребят может быть какая-то коленовичный такой более зайдет вам сущность тени здесь взят только для того чтобы опять призвать более крутой колодец или эшараджа больше она здесь незачем не нужно две штуки взял храмовый боец также набавывает наших существ и под конец и шараж довольно эпиковая колода в принципе можно обойтись или всякий эшараджа и так далее босс проходится стандартной колоды на набахе что ж если видео вам понравилось ставьте лайк оставлять свой комментарий каким классом прошли вы этого босса но если здесь первый раз подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео спасибо за просмотр и до новых встреч пока